МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники получили возможность пройти задание этапа вне конкурса, который пройдет с 11 ноября по 10 декабря и выиграть призы от партнеров. Подробности можно узнать на сайте герои.наука.рф. В телеграм-канале Кировского района напоминают, с 1 по 10 ноября проходит заключительный этап Всероссийского конкурса МВД России, Народной участковой 2023. Самарскую область на федеральном уровне представляет участковый уполномоченный полиции из Кировского района города Самары старший лейтенант полиции Виталий Михайлин. Он работает на административном участке, где проживают почти 3,5 тысячи человек. Вверенная ему территория – это спальный район, где главное для жителей – это тишина, спокойствие, комфорт. Отдать свой голос за нашего земляка можно на сайте, указанном на экране. Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области напоминает о сроках уплаты имущественных налогов. Подробную информацию можно получить на официальном сайте ФНС России. В интернет-сервисе – справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам, а также через личный кабинет налогоплательщика. Либо обратиться лично в налоговую инспекцию по месту жительства. Информируют в телеграм-канале Октябрьского района. Действие социальных транспортных карт продлено до 2026 года, говорится в телеграм-канале Департамента опеки. Теперь держатели социальных карт в случае потери, порчи, изменения персональных данных или окончания срока действия смогут перевыпустить социальную карту в срок до 31 декабря 2025 года. Блокировка всех невыведенных из обращения социальных карт наступит с 1 января 2026. Карта жителей Самарской области – это многофункциональная электронная смарт-карта, объединившая в себе важные социальные и финансовые сервисы, а также возможности платежной системы МИР. Она служит аналогом полиса ОМС, открывает доступ к социальным льготам, государственным и городским сервисам, позволяет проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, получать скидки и бонусы.